Здарова друзья! Ранее на своем канале я рассказывал вам про необычный плейтвернкейс в лице игровой студии Атаквага. И сегодня видео будет на аналогичную тему. Сегодня я хотел бы рассказать вам про игру Spark Era и ее студию разработчика Firewall Games. Spark Era сейчас находится на стадии разработки, но после ее завершения она будет представлять собой глобальную MMORPG, выполненную в космическом сеттинге. В игре запланировано несколько десятков тысяч галактик и около 100 миллионов планет, каждая из которых будет представлена в виде NFT-токена. А значит, что Spark Era можно назвать полноценной метавселенной с собственными виртуальными землями, которыми тут выступают целые NFT-планеты. Но помимо планет, NFT-токенами в игре Spark Era будут являться также и корабли. Каждый игрок сможет строить и модернизировать собственные NFT-звездолеты, бороздить на них космос, торговать, собирать ресурсы и сражаться с другими игроками. Помимо сольной игры, в Spark Era будет присутствовать и система гильдий, вступление в которую даст игрокам больше возможностей для продвижения в игре. Однако, самым важным преимуществом Spark Era является то, что данная игра будет бесплатной. Для старта будет даже не обязательно покупать NFT-токены. Каждому игроку на старте выдается бесплатный базовый NFT-корабль, который можно будет использовать для некоторых функций игры. И уже потом, заработав прибыль в самой игре, можно будет пустить ее в оборот на покупку новых кораблей и их прокачку. А происходить все расчеты в игре Spark Era будут за два вида токена — Fire и Quark. Quark будет являться типичной внутриигровой валютой, за которую будут происходить все основные покупки и прокачки. И у данных токенов будет неограниченная эмиссия. А вот Fire имеет ограниченную эмиссию в размере 1 миллиарда штук, которая распределяется на ингейм-награды, ликвидность, команду, советников, резервы, операционные расходы и распродажу. Fire являются токенами управления, за которые в Spark Era будет происходить процесс взаимодействия с гильдиями. И в нем будут платиться награды поставщикам ликвидности. Но самая важная особенность Fire — то, что он представляет собой, по сути, глобальный токен управления не только для игры Spark Era, но и для всех будущих игр, которые будет выпускать и разрабатывать студия Firework Games. Это своего рода акции игровой студии, но которые еще и при этом имеют полезное применение в играх. Звучит довольно круто, и наверняка многие из вас захотят себе приобрести такой токен в свой криптопортфель. И представится такая возможность 14 декабря. Айдио распродажа токена Fire будет проходить на двух топовых лаунчпадах — CDFI и Engine Starter. Токены будут продаваться в формате BEP20. Общая локация на Engine Starter составит 200 тысяч долларов, а на CDFI — 250 тысяч долларов. Пулы на обоих платформах будут публичные, то есть для участия в них вам понадобится пройти KYC и получить любой из тиров. Вестинг при покупке токена Fire будет происходить по следующей схеме. 20% будет передано инвесторам в момент TGE, а далее разблокировка будет происходить по 20% ежемесячно. Более подробную информацию о проекте Spark Era, а также игровой студии Firework Games вы сможете найти по ссылкам в описании. Только, разумеется, помните, что участие в распродажах молодых токенов всегда сопряжены с большими рисками. Поэтому вы должны обязательно проводить собственные исследования, перед тем, как инвестировать средства в криптопроекты. Подписывайтесь на канал, ставьте Лукаса на это видео, зарабатывайте на PlayToEarn. Пока-два! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok